Дети сегодня выполняли декоративную доску как символ семейного благополучия. То есть птица в городецкой росписи означает семейное благополучие. Почему именно эту работу? Мне кажется, семья это самое такое ценное. Добрый день! Мы сегодня с вами продолжаем работать над нашим творческим проектом. Сегодня мы снова возвращаемся к программке Paint, которая расположена на вашем рабочем столе. На рабочем столе мы видим белое поле, на котором имеются какие-то необычные заготовочки для вас. Правильно? Это наша работа прошлых уроков. То есть мы собрали теперь в полный лист и будем сейчас выполнять с вами как раз тот самый чертежик декоративной доски. Смотрите, мы с вами выполняем декоративную доску, которую в дальнейшем планируем расписать росписью. Давайте приступим к тому, что вспомним основные составляющие части доски. Внимательно смотрим. У нас есть верхняя часть. Такие покатые плечики, да? Мы должны выполнить красивую работу. И не забываем, что нам важно выполнить работу, которая будет симметричная. Наш пазл будет состоять из нескольких составных таких элементов, которые мы в сборке получим в полноценное изделие. Смотрим на элементы, которые касаются верхней части нашей доски. То есть вот эта часть мы сейчас опускаем, да? Смотрим, что у нас имеется в правой стороне. Мы находим здесь, имеется низ. При помощи ролика изображения здесь у нас как раз боковые части расположены. Вот эти вот части, которые будут сбоку у нашей доски. Приместились? Умница. У нас сейчас нужно с вами будет выполнить линию, которая нам обозначит центр нашего изделия. Посмотрите, пожалуйста, на экран, как это сделать. Мы зажимаем кнопочку SHIFT. И ведем прямую линию. То есть, смотрите, если мы с вами визуально разделим нашу доску на две части, имея линию центра, которую мы только что обозначили. То есть мы выполняем с вами только одну сторону досочки, да? Давай. И смотри, тебе нужно выделить ту детальку, которая тебе понравилась. Мы сейчас остановились на том, что мы нажимаем инструмент выделения. Возвращаемся к нашим деталям. Тоже самым движением, когда вы детальки перемещали, вам нужно будет теперь выполнить выделение всей вашей работы. Находим в инструментах фигуры кружочек. Все нашли? На экран смотрим, кто не может найти. Кружочек. Мы с вами должны зажать снова кнопку shift и сделать отверстие. Давайте вспомним, что следует строго-настрого выполнить при работе с лобзиком. Мишкам быстро пилить после каждого напиливания. Надо же, чтобы лобзик остыл, иначе пилка может порваться. Не проверять остроту. Умница. Нельзя пальчиком проверять остроту лезвия. Это золотое правило, что касается работы с лобзиком. Для того, чтобы выпиливать криволение линии, другие всякие моменты запрещены. Вы об этом, конечно, прекрасно знаете. Хорошо. Сейчас я вас попрошу сделать следующее. Вам необходимо будет организовать свое рабочее место. Что мы делаем? Мы возьмем с вами столики распиловочные, возьмем струбцину, аккуратно закрепим на своем рабочем месте, не забываем про защитную одежду. Субтитры создавал DimaTorzok Вы помните про нашу работу, которую необходимо будет сейчас делать, да? Я бы попросила, чтобы мы вместе сейчас составили алгоритм работы. Отлично. У всех есть фанелка? Мы можем двумя различными способами перевести наше изображение на фанелку. Давайте сегодня попробуем эти два способа. Я вам предлагаю копировальную бумагу и шаблон. Хорошо? А вы на свое усмотрение посмотрите, что вам проще. Субтитры создавал DimaTorzok Нужно бы сюда переместиться. Вот смотри, фанелка здесь не прыгает, а здесь прыгает. Нам сейчас нужно с вами сделать следующее. Посмотрите, пожалуйста. Мы должны нашу шпаргалочку расположить ровно по центру вашей доски. Как это сделать правильно? Мы прикладываем нашу шпаргалочку, смотрим на тень. У нас видно контур нашей доски. Мы располагаем нашу птичку строго по центру. Субтитры создавал DimaTorzok Первый этап мы с вами выполнили. Это набросочек мы с вами сделали. У вас у всех имеется. Следующий этап. Мы выполняем двумя цветами тельце нашей птички и крылышко нашей птички. Приготовьте, пожалуйста, черный и зеленый. Набрали, да. У вас есть листик, на котором вы можете лишнюю краску убрать. На листике вы можете лишнюю краску убрать. Но черное. У вас аккуратненько, хорошо? Хорошо. Кладываешь кисточку и петешь, хорошо? У нас осталось вот две линии сделать. Пробуй. Красная. Это самая лучшая. Здесь белый листик. Здесь белый листик. Девушка подсохнет. Сейчас сделаем. Девушка подсохнет. Ты делаешь как раз краска, а я одним мазком. Отлично. То есть подсохнет, ждем. Хорошо. Саждаем, все делаем. Будете стараться, что я думаю, этим движением. Ты водичка. Можешь вращать свою досочку, как тебе нравится. Эту работу выполняли, потому что у нас в конце года идет творческий проект. То есть это итог всех твоих умений, навыков, которые ты за год получил. Вот мы в начале года сначала проходили все в теории, потом это применяли все на практике, и дети научились каким-то основам. Вот эти основы мы сегодня применяли. То есть выполняли как раз выпиливание по криволинейному контуру, выполняли обработку наждачной бумагой. То есть вот все то, что мы в течение года проходили. С детьми ранее мы встречались на уроках, и мы научились выполнять на бумаге чертежи. Ну, пытались выполнять согласно ГОСТу. Дети поняли, что это можно выполнять на бумаге. Затем мы перешли в компьютерный класс, где детям показалось, что можно выполнять современными способами. Чем полезно выполнение чертежа на компьютере? То есть тут не нужно ничего стирать, если что-то сделано неправильно, там легко нажать кнопочку, удалить и сделать заново. Такой вишенкой на торте у нас получилась как раз роспись. Невозможно выполнить все одинаково. Это такая тонкая работа, которая действительно направлена на мелкую моторику, где детки должны быть сконцентрированы на этой работе. Там видно, что есть много тонких линий, которые просто так одним мазком не сделаешь. Дети научились у нас выполнять работу на компьютере. И это тоже можно применить. То есть ты выполняешь ту работу, тот чертеж, который тебе интересно. Это не значит, что ты работаешь по шаблону, как, например, работы какие-то в магазине пришел и купил одинаковые. А тут они проявляют свое творчество, свою креативность. Они выполняют работу для себя любимого, либо для своих близких. То есть выполняют так, как они видят. Дети, когда подарок отдали, они тогда осознают эту ценность и нужность. И, конечно же, многие дети мотивированы тем, что вот у мамочки будет праздник, и вот мамочки сделают такую работу. Очень редко кто из детей оставляет свою работу здесь. Вот у меня за спиной есть, конечно, работы, которые дети оставили. Либо они были недоделаны, и я как бы доделала и как образец оставила. Дети все забирают своей работой. То есть они действительно ждут тот момент, когда работа будет доделана, и пойти дома похвалиться. Показать, как ты это классно можешь делать, как это интересно, какой ты молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...